сегодня в такой прекрасный солнечный день я прежде всего хочу вас поздравить со светлым праздником но врус но врус байрам нызм бааре китос на в этот праздник мы решили приготовить такой же красивый праздничное блюдо шах плов значит что нам понадобится для шах плова это прежде всего мясо баранина рис сухофрукты каштаны и так далее приступаем готовки друзья возьмем мясо баранина здесь у нас это полтора килограмма на тот объем рис который у нас это вполне достаточно значит нарежем прежде всего мясо такими средними кусками вот так друзья мясо я нарезал килограмма здесь полтора может чуть меньше кило 300 получилось сейчас следующим мы нарезаем лук теперь возьму курагу друзья если крупная ее тоже нужно разрезать на 2 можно мелкий можно оставить целым вот крупную выбираем так ставим сковороду топленое масло друзья в первую очередь кладем наш лук так время добавлять мясо а сейчас добавим друзья каштан и сухофрукты значит это наш каштанчик это курага алча 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 и кишмиш и кишмиш поперчим и кишмиш хорошенько перемешаем друзья вот так Вода закипела. Пора опускать рис. Здесь ровно килограмм риса, друзья. Не забываем про соль. Вода закипела. Значит, рис мы должны приготовить процентов на 70. Не полностью. Потому что доходить он у нас будет уже в тандыре. Друзья, пока рис варится, тандыр разгорается, мы подготовим лаваш. Тонкий такой лаваш. И казан, в котором будем готовить наш шах плов. В первую очередь мы смажем стенки казана топленым маслом. Сливочным топленым маслом. Смотрите, топленым маслом как застывает сразу от холодного казана. Все. Теперь лаваш. Сначала мы его вот так вдоль разрежем. Каждый лист мы вот так смазываем тоже маслом. Масло обязательно топленое, друзья. Ни в коем случае не растительное. Теперь этим маслом. Смажем лаваш уже с внутренней. Нет, в данном случае с внешней стороны. То есть внутри казана. Вот так. Наш рис, как я и говорил, на 70% готов. Так, на рис мы нальем шафранную водичку. Теперь, друзья, начинаем закладывать наш рис в казан. Значит, вот так аккуратно. В середине делаем лунку вот такую. И кладем мясо. Подсыпаем рис. Вот так, по краям. И опять мясо. И опять последний слой риса, друзья. Уже все это мы вот так засыпаем. Так, разровняли. И теперь, друзья, вот эти лепестки, которые у нас остались снаружи, мы их закладываем вот так вот внутрь. И оставшимся маслом смазываем наш шах плов сверху. Вот так. Все, друзья. Теперь накрываем крышкой. Вот так. И отправляем в тандыр. И опускаем в тандыр. Минут на 40-50. Потому что температура в тандыре повыше, чем в духовке. И за это здесь 40-50 минут достаточно. А обычно кладут на час-полтора. Накрываем крышкой. И ждем. Друзья, пока наш шах плов висит вот так красиво в тандыре и готовится. Мы с вами попьем чай и немножко поговорим. Что будем пробовать? Кто что больше любит, друзья? Пахлава, шакяр-бура или гогал? Возьмем шакяр-бура. Это олицетворение солнца, друзья. Посмотрите, что-то есть такое солнечное в этом печеном. Друзья, этот светлый, прекрасный праздник. Он очень дорог всем азербайджанцам. Как и многим народам Азии. Те, кто этот праздник отмечает. Это один из древнейших праздников, я вам скажу. Праздник, который возник задолго до христианских, мусульманских праздников. Это очень старый, интересный праздник со своими традициями. Значит, праздник этот совпадает с днем весеннего равноденствия. То есть, астрономически наступает весна на земле. Все цветет, расцветает, благоухает. И за этот праздник с такими красивыми традициями, друзья. По-моему, уже пора, друзья. Открываем крышку. Шах-плав. Вперед. Ну что, друзья, по-посмотрим. Друзья, ну как вам, красавец? Пойдет? Пойдет. Теперь его разрезаем. Нож прямо вот так в середину, как торт. А теперь слушайте, как это звучит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...